Уважаемые коллеги, давайте мы сейчас с вами, с высот спустимся ниже. С КТ, МРТ мы спустимся к ультразвуку. С видимого, то есть с опухоли шейки матки, то что ставится практически клиницистом, мы спустимся к тому, что невидимое, к опухолям тела матки. И в первую очередь, если мы говорим о шейке, это диагноз клиницистов, если мы говорим о патологии эндометрия, это диагноз наш, диагностов. И я не буду останавливаться на нормальной анатомии матки, мой предыдущий лектор прекрасно ее объяснил, чуть-чуть только вам поясню особенности. Меометрия имеет изоэхогенный сигнал, эндометрия, он меняется, я чуть попозже скажу, околоэндометриальный ободок, в отличие от МРТ, соответствует внутреннему компактному слою миометрия. Это то, что говорил уже лектор. Значит, по поводу толщины, да, в первую фазу до 15, от 5 до 15 миллиметров, во вторую фазу изменения толщины эндометрия не происходит, МЭХ не меняется. Да, кстати, забыла вам отметить, что в МЭХ, вот этот гипоэхогенный, околоэндометриальный ободок не входит. Это миометрия. Если мы говорим о менопаузе, то это 5 миллиметров, то, что нам говорил предыдущий лектор. Отдельно остановлюсь. Про какие бы новые технологии мы ни говорили, но первый вопрос – 3, 4 или 5. Это практический вопрос, да? Почему? Потому что эти женщины в основном, как уже тоже сказал Анна Александровна, в постменопаузе. У этих женщин часто не бывает никакой клиники. И наша задача – определить величину МЭХа. Так вот, отдельные авторы говорят 4 миллиметра, отдельные 5, но мы должны ориентироваться на 5. Это первое. И второе. Давайте говорить откровенно. Если специалисты МРТ сидят за экраном и красиво на него смотрят, могут положить ногу на ногу, могут красиво одеться, мы работаем руками. И от того, как вы выведете матку, зависит ваша величина МЭХа. Чтобы правильно его оценить, вы должны вывести матку продольно, чтобы увидеть дно, увидеть внутренний зев и получить четкое сечение матки. И только тогда вы получите истинное МЭХа. Я вам хочу сказать, что 2 трети, если не 3 четверти больных, которые приходят к нам со своими снимочками, то, что я вижу на снимочках, совершенно не соответствует продольному сечению матки. Это как-то кривь, кость, сбоку. А если мы говорим о том, что матка имеет седловидную форму, двурогая матка, размеры получаются крайне разнообразны. Поэтому очень важно уметь правильно оценивать. Мы все птенцы гнезда Яна Владимировича. И когда я даже начинала эту лекцию, я исходила из той классификации тех процессов, которые с эндометрией предложены еще в 1989 году Ян Владимировичем. Но они до сих пор актуальны. Это, во-первых, фоновые процессы, куда он включил гиперплазию, предраковые, атипическую и, собственно говоря, рак. Очень важно для нас, например, что он выделил минимальный, место распространенное метастазирующий. Минимальный, он не соответствует новой кастодированию. Он считал до 2 см с инвазией до 5 мм. Все остальное без отсутствия метастазов, переход на шейку относился уже к местно распространенным формам. Это очень важно, потому что для нас это очень удобно. Но это, безусловно, не соответствует стадированию. И мы немножечко сейчас, конечно, делаем по-другому. Гиперплазия эндометрия. Вы, может быть, не гинекологи, но вы должны знать. Сейчас по новым классификациям. Раньше было разных, много видов гиперплазии. Сейчас, собственно говоря, мы выделяем только 2. Гиперплазия, простая гиперплазия, да, и так называемая аденоматозная, которая называется, ну, собственно говоря, ин-ситу. Мы не можем ее дифференцировать. Ни мы, ни МРТ, никакой другой метод. Но гиперплазию как факт определить мы можем. Это расширение, да, МЭХа свыше 15. Вот доктор давал 16. У женщин в репродуктивном периоде действительно видно, тут все зависит от фазы цикла. В конце второй фазы может быть и 16, 15, это условно. Изменение эхогенности, повышение эхогенности. В нем могут визуализироваться мелкие кистозные включения. Но еще раз поясняю, сейчас нет понятия железной кистозной гиперплазии в плане классификации. Дальше. Деформация МЭХа. Что это такое? Эндометрий имеет эпители, выстилающие переднюю и заднюю стенку. Между ними так называемая срединная МЭХа. Вот при трансвагинальной эхографии мы ее видим достаточно хорошо. Если оно не деформировано, значит нет внутриполосного образования, значит мы, может быть, имеем дело с гиперплазией. Опять же, может быть. Гиперплазия – это гистологический диагноз. Мы ее можем заподозрить, но подтвердит ее, безусловно, наш коллега Гистола. Если мы имеем внутриполосное образование, что мы должны оценить? Я уже не буду останавливаться, вы это должны видеть. Полипендометрия. Я все-таки начну с доброкачественного процесса. Это небольшое образование, чаще гиперплазия, округлая, чаще всего расположенная в дне. Особенность – околоэндометриальный ободок его расположен извне, потому что это миометрий. Он как бы заключает в себе это образование, что хорошо видно вот на этой картинке. И вот так вот это мы видим гистероскопически. Если мы говорим о субмукозном узле, а ведь это тоже внутриполосное образование, и мы говорим о нулевом, но реже о первом. Если вы помните, не буду останавливаться на новой классификации по фигу. Вот мы говорим о нулевом. Что мы видим? Чем отличается? По эхогенности близко к миометрию, а вот этот самый околоэндометриальный ободок будет включать в себя это образование, потому что это не полип, это субмукозный узел, это миометральное образование. Да, вот это нулевой, это будем говорить уже первое. Рак. На классификации останавливаться не будем. Вот от той, что я вам говорила, на чем отличается, что здесь все-таки основное. Если все-таки у Яна Владимировича было больше размера образования, здесь размеры образования такого значения не имеют. Это в первую очередь инвазия, переход на шейку матки. То, что мы с вами должны оценить, то, что очень важно. Ну, уже, естественно, не говорю о метастазо-забрюшинные узлы. В Б-режиме. Классическая картина. Повторять не буду. Увеличение размеров матки, наличие внутриполосного образования, увеличение МЭХа, визуализация внутриполосного образования. Вот это последний дефект или истончение околоэндометриального ободка очень важен для оценки инфильтрации миометрии. И изменение, вот эти четвертый, пятый пункт, это связано с оценкой инвазии в миометрии. Вот пример минимального, так называемого, рака. Небольшое образование в полости, единичный мелкий дефект околоэндометриального ободка. Вот так это видно на препарате. В данном случае мы сейчас, конечно, не говорим о минимальной форме, мы говорим о инвазии менее половины эндометрии. Вот пример местно распространённой, когда опухоль занимает практически всю полость. Мы видим значительные участки дефекта околоэндометриального ободка, наличие жидкости и говорим о местно распространённой форме и о инвазии по нынешней классификации более половины. Вот так это выглядит на гистероскопии. Один из, ну, уже не современных, а естественных методов – это доплерография. Немножко хочу остановиться отдельно, буквально три секундочки. Типичное заключение из города. Эндометрий авоскулярный. Да не авоскулярный он. Я перебрала кучу атласов, пересмотрела. Могу вам сейчас рассказать всё кровоснабжение, его просто нету времени. Не авоскулярный. Эндометрий кровоснабжается. Просто возможности ваших аппаратов не позволяют увидеть этих сосудов. Никогда не пишите, что он авоскулярный. Более того, воскулизация эндометрии меняется в течение цикла. В пролиферативном более активной, в секреторном менее активной. Но это отдельный разговор, да? Поэтому он не авоскулярный, он питается. Но опухоли эндометрии, в отличие от опухолей шейки матки, они не настолько хорошо кровоснабжаются. Может быть, поэтому рак тела матки не настолько хорошо метастазирует и прогрессирует, и более благоприятно течёт. Но вот в данном случае мы видим пример местно распространённой формы с глубокой инвазией. И мы видим достаточно большое количество сосудистых локусов, которые переходят даже на миометрии. Вот так это выглядит нативно. Вкратце, не буду повторяться, я вам всё это сказала, как надо дифференцировать внутриполосные образования от полипа до рака тела матки. Второй мой важный момент. Переход на шейку выглядит совершенно по-разному, да? Вот вам, пожалуйста, пример перехода опухоли на шейку матки, да? Совершенно в виде вот таких вот включений гиперхогенных, неотчётливых. Гораздо проще, когда мы видим образование, которое просто переходит на шейку матки. Но там нам надо оценить инвазию в строму. Вот это уже будет сложнее, и вот это уже, конечно, будет оценивать скорее МРТ, чем мы. Вот такие случаи бывают крайне редко. Метастазы, выичники, выглядят совершенно по-разному. Они могут выглядеть как кистозное разрастание, кистозное образование с разрастанием по стенкам, как многокамерные кисты. И очень сложно бывает поставить диагноз. Вот вам, пожалуйста, два примера, и это всё гистологически верифицированные метастазы, да? А выглядят практически как кисты. Отсюда вывод. Если вы видите какое-то кистозное образование у больной гистологически верифицированным раком, вы всё-таки обратите внимание врача и не исключите возможность метастаза. Очень сложно поставить диагноз первично-множественного рака, как его очень сложно поставить. Вот коллега из Лиссабона говорил по поводу шейки и тела, да, что первично, что вторично. В данном случае здесь. Забрюшинные узлы. Значит, две секунды. Если опухоль небольшая, высокодифференцированная, располагается в дне по всем литературе, метастазирование от 0 до 1%. Если опухоль большего размера, высокоумеренно дифференцированная, то процент метастазирования с инвазией до половины, скажем так, миометрии, то метастазирование не превышает 6. В других ситуациях, по данным разных авторов, 25-30%. Поэтому вообще-то, как нигде, при раке тела матки хорошо бы нам четко дифференцировать метастатическое поражение. Почему? Потому что мы тогда избежим вот этих вот неоправданных больших операций, когда убирается тазовая клетчатка, и у женщин потом развиваются многочисленные осложнения. И если вы помните лекцию Анны Александровны, вот это была вторая группа, где меньше 5 мм инвазия, да, и когда, что называется, это дается на откуп хирургу. Вот стой и думай, убирай узлы, не убирай, или делай вот эти вот самые осежи. Почему? Потому что это очень важно как, не только как прогностический, а для качества жизни. А у нас сейчас вторая задача – повысить качество жизни больных. Мы, к сожалению, к сожалению, специфичность метода УЗИ высока. Да, мы их видим вот так вот красиво, как в виде гипоэхогенной образования, снаруженной структуры, они уже не имеют такой бобовидной формы. Но, к сожалению, наша чувствительность, она мала. Если говорить о МРТ, чувствительность гораздо выше. А вот специфичностью мы с МРТ можем позборить. То, что если мы видим метастазы, это метастаз. Но, безусловно, микрометастазы мы не увидим никогда и даже не надо пытаться. Значит, что главное, хочу, вот для вас в практическом плане, вот то, что, опять же, говорили раньше, размеры узла не говорят о наличии метастаза. Только нарушение структуры может нам свидетельствовать, что это метастаз. Что у нас современно, помимо того, что я говорила, можно добавить? Конечно же, это соноэластография и это эхоконтрастирование. Соноэластографию вы все прекрасно знаете. Это исключительно дополнительный метод. Там нет такой классификации, как при раке молочной железы. Вот в данном случае мы видим субмукозный миоматозный узел, который, несмотря на то, что он является миоматозным узлом, он преимущественно вот такого вот мягкого строения. А вот два примера, сейчас вы увидите, более жесткие. Это опухоли тела матки. И картируется. Но, безусловно, специфичность метода не так высока. Эхоконтрастирование – один из самых современных, но, безусловно, самых дорогих, который делает определенные сложности в его использовании. Особенностью его – вот эти вот пузырьки газа, они имеют диаметр эритроцитов и они контрастируют практически все сосуды при минимальных осложнениях. То есть практически нет. Вот пример. Мы видим внутри полостное образование. Практически единичные сосудистые локусы в нем. Картируется мягким. И вот сейчас… Нажмите, пожалуйста, на видео. И вот сейчас вы увидите, как будет копить контраст это образование. Но тут важно не только визуально. Это ведь все происходит практически в одну секунду. Здесь важно построение кинетических кривых. Ну, давай. Вот эта кривая соответствует накоплению контраста в опухоли. Вот эта кривая соответствует накоплению контраста миометрием вблизи, то есть до половины толщины. А вот эта кривая соответствует накоплению контраста под серозной оболочкой, то есть выше половины. Мы видим, контраст накапливается не очень быстро, быстро выводится. И на толщине 5-7 мм картинка такая же. А вот под серозной оболочкой мы видим, что контраст, вот этого ушатого эффекта, вывода контраста нету. Мы говорим о том, что здесь есть рак эндометрия, но с инвазией до половины его толщины, что подтверждается гистологически. Вот вам другой пример. Уже большое образование, занимающее всю полость, гораздо больше сосудистых локусов. Также карантируется смешанным типом, но с преобладанием жесткого эластотипа. И вот мы также делаем, нажмите, пожалуйста, контрастную эхографию и строим кинетические кривые. Вот эта кинетическая кривая соответствует также опухоли. Опухоль быстро накапливает, быстро выводит контраст. Вот эта кинетическая кривая соответствует накоплению контраста до половины, а вот эта свыше половины толщины миометрии. И мы видим практически идентичные кривые, говорим о том, что в данном случае имеется инвазия практически до сирозы, что подтверждается гистологически. И последний случай. Маленькое образование, природу которой мы вообще не можем выявить. При эластографии оно мягкое, никаких сосудов там нет, нажмите, пожалуйста. Мы делаем также контрастную эхографию и вот в этой зоне, в этой зоне мы видим небольшое накопление контрастного вещества и изучаем кинетическую кривую. Кинетическая кривая характеризуется интенсивностью накопления контраста и вот этим ушавот эффектом, характерным для аденокарциномы. Мы ставим минимальный рак и получаем подтверждение гистологическое. Это я вам представила, останавливаться не буду, что мы в общем-то в чем-то сопоставимы. Это данные 2016 года Ассоциации окушерства онкологов, европейских онкологов. В принципе, возможности велики, они сопоставимы с МРТ. В ряде случаев, правда, мы имеем очень низкие результаты, но это, видимо, собиралось много, но, конечно, есть над чем работать. И вот если говорить на то, над чем работать, я вижу две большие перспективы. Одна – это вот наша работа совместно с коллегами, это возможность одновременного получения изображений соответствующих КТ или МРТ с помощью устройства для магнитной ориентации УЗ-датчика, сенсора, грубо говоря, как фьюжн в урологии. Пока еще таких работ не было, но мне кажется перспективным это и интересным. Ну и второе, то, что очень важно, то, что у нас нет, и какие бы мы тут лекции не проводили, но вот этот второй пункт, он будет определять и раннюю диагностику, и выживаемость больных, и хорошие результаты хирургов – это подготовка специалистов экспертного уровня, причем которые будут работать не только в крупных клинических учреждениях, но и в отделениях амбулаторной помощи. Благодарю за внимание. Продолжение следует...